Здравствуйте, дамы и господа, все в порядке. Мы уже в месяце Ниссан, скоро Песах, а мы с вами вчера прочитали первый недельный раздел третьей книги, пяти книжей книги Вайкра, и сегодня мы разберем из этого недельного раздела параграф под номером три. У нас остался еще, кажется, четвертый, да, но я выбрал третий, потому что он покороче, и я надеюсь, что мы успеем немножко еще разобрать текст чего-нибудь из Пасхальной Агады. Так что, милости просим, пожалуйста, рассаживайтесь поудобнее, и мы начинаем читать. Итак, Вайкра Эль Кима. Ну, это продолжение темы. Пробуем перевести. Я очень надеюсь, что перед чем-то открыт перевод на русский язык с тем, чтобы поправить, если что-то, кто-то, в том числе и я, скажет неправильно. Итак, и если, значит, жертвоприношение, шеломим, это обычно переводится как мирная жертва, его приношение, если из крупного рогатого скота он приносит, хоть мужского, хоть женского пола, то есть бычок или корова, цельным он принесет, да, то есть это будет без порока перед Всевышним. Вот, примерно так. Слово шеломим происходит, естественно, слово шалем. Слово шалом сюда, однокоренное. Шалем – это, значит, цельный, то есть без порока, без повреждения. Вот, и слово шалом, собственно, тоже означает нечто гармоничное и нечто, так сказать, полное и окончательное. Ну и, кстати, слово легошлин – заплатить, заплатить за покупку, если я беру товар, и как только я его оплачиваю, то сделка уже, считается, состоялась. Так, спасибо. Теперь, товарищи, поручаю Анне, прошу вас. Так, да, только единственный момент, имеется в виду, здесь жертва не полная или какая-то цельная, имеется в виду мирная жертва, специфическая жертва, которая называлась шламим. Которую делили между собой все участники процесса. О, да, 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 да. Это одно из объяснений, почему она называется мирный, да? Да. Приносит мир между всеми участниками, да? Все покушали и все друг другом довольны. Так, прошу вас. Да, так. Так. Васамах ядо альрош карабано вэшахато пэтех ойльмоэт вазаркубней ааронакуаним эт адам алямисбэах савив. Так. И самах и положит руку свою на голову. Но имеется в виду, видимо, человек, который приносит, как я понимаю, наверное, сам жертвователь, на голову своей жертвы и ее зарежут. Но это уже, наверное, не он режет, я не знаю. Это режут коины, естественно, он сам ее не режет. Так, у входа в шатер собрание и побрызгают, окропят сыны аарона коины кровью жертвенник кругом, вокруг. Да, да, вокруг. Хорошо, правильно, спасибо. Гиммел, очевидно, Тимофей у нас здесь, да? Тут, да. Прошу вас. И приблизит от жертвы мирной и положит и се, и ше, и нет, сожжет. Да, сожжет. Да, Всевышнему это хелев, это жир. Жировые отложения, определенные, да. Да, амаксе покрывающий, это кэрев. В внутренности. В внутренности, да, внутренности. И все жировые отложения, которые на внутренностях. На внутренностях, да, совершенно верно. Но тут надо разбираться, очевидно, в анатомии, знать отличия, скажем, овцы от козы. Об этом пишет, впрочем, Раши Морсик в комментариях посмотреть. Да, спасибо, спасибо, Тимофей. Так, Далят, чей? Так, у нас, Тимофей, кто у нас, Людмила должна была быть? Людмила здесь, а Людмила здесь. Людмила недавно. Рафток. Да, значит, здесь наш Людмила. Да, слушаем вас. Какой гимн? Далят. Нет, Далят, нет, Далят. Можно курсор не вводить прямо? Вет хайотерет аль хакавед аль хакулайот есирена. Да, да, я готов вам помочь. Когда понадобится. Ну, так, и... Ой, куда пропал? Извините, это я. Вот так. Так, и два сосуда, да? Да, халайот, халайот, нет, нет, это не хали, а халайот – это почка. Почка. А, и две почки, и две... Ну, тут, видимо, все с какие-то внутренности, да? Да, да, да. Ой, извините. Так, халайот – это почки, да? Кольга хелев – это жировые отложения, которые... Которые в них? На них, на них сверху. А, ага. Аж и которые на... Кольга хелев – и все жировые отложения, да. Ага, минуточку, извините, не там прочитал, да? Зелененький. Так, теперь вот это вот кесалим, сейчас я найду вам перевод. Кесалим – это стегна. Я не очень знал, что означает этот термин, поэтому посмотрел, и вроде бы это получается часть ноги, от таза до колена, то есть бедро. То есть то, что... Это все про козы, да? Да, это про... Надпочечный жир, они пишут. Это вот кесалим или под брюшей – это надпочечный жир. Да. Вот, 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 вот. Йотер – это тоже. У меня же картинка есть тоже. Ага. Вот, йотер – это, как ни странно, не от слова йотер, а некая защитная разделительная перегородка. Перепонка, перепона, да. Хотя слово йотер – это означает, в общем-то, придаток. Йотер – это аковод, это конкретно сальник, оболочка печени. Так, и вот эту оболочку, аль-хакавед, точно, да. И опять клоет, ой, почки. Почки, почки, да. Я сиренна. На них. Да, он отделит. На ней. А. Да, да, да. Я сиренна. Если это убрать или снять, или снять. А вот это на – это ее, да, а удалить ее, это к последнему как бы относится? Я сиренна. Наверное, к слову йотерет. Да, женский род. Я понимаю это. Да, спасибо, Людмила, все правильно, да. Так, у нас Шуша, Шуша теперь у нас здесь. Так, прекрасно, Шуша, мы с вами. Помощь, наверное, сильная. Я сиренна. Аэш, Аэш, Рех, Иште, Иште, Рех, Нихо, Решем. Да, 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 совершенно верно. Так, фиксирую, как это, и воскурят? Воскурят, да, воскурят. И воскурят его сны Аарона на жертвеннике, я думаю, так сказать. Да, 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 верно. Такая, как Аль-Ола, это, ну, такого типа жертвов всесожжения. Сверху, поверх нее, да. Поверх нее, которые поверх деревьев, которые поверх... Дров, да. Поверх дров, поверх... Которые на огне. Которые на огне, а это, может быть, создавая... И еще это сжигаемые жертвы, да. Араях, Нихоах, это... Благоухание приятное. Да, да, да. Для Бога. Да, но Шуш, совершенно правильно сказал. Аль-Ола, это здесь имеет в виду именно как всесожжение. То есть именно в виду, что все целиком надо, все вреди внутренности. Их надо сжечь совершенно полностью, целиком. Да. То есть это не значит, что поверх жертвы всесожжения? А это значит, что... Именно при всесожжении. Да, то есть вот эти части сожгут, положатся жгут, и все остальное скушают. Это вот то, что не делают. Ага, понятно, понятно. Так, благодарю вас. Так, теперь... Так, Марина у нас есть еще есть. Марина, так, слушаем. В именин Гацон Карбану Лезаваях. Да, Зевах. Зевах. Шламим Лашем Захара Некева, тамим Якривну. А если из мелкого скота приношение жертву, господу, мирную жертву, женского или мужского родного, самца или самку, да? Да, да. Тамим. Ну, целую, да, целую. Целую, да, без порока, да. Нет, имеют в виду, целую, имеют в виду, все это о мирных жертвах идет речь. Это все, вот эта жертва шламим. Это то коровы, а здесь имеют в виду овса, там или коза. Да, да. Сначала мы рассмотрели корову, теперь мы рассматриваем, да. Что? Да, мелкий Рогатый Скотт. Да, верно, спасибо. Так. А Зайн Чей? Ваш. Так, подождите, а Евгений, у нас еще Евгений есть? Евгений у нас, кажется. Да, да, да. Да, да. Им КСФ. Да, именно так. Слово КСФ стоит мне дать разъяснение, что обычно мы встречаем слово КЕВЭС. Овца. Здесь поменялись местами вторая и третья буквы, но смысл здесь остался тот же самый. Есть такое, происходит такое иногда в Хумаше, в Танахе, в особенности с предметами, хорошо известными. А поскольку скотоводством занимались гораздо чаще, чем, например, в современное время. Так что ни для кого не секрет, что КЕСФ – это то же самое, что КЕВЭС. Да, пожалуйста. А если овцу он приносит в жертву, то свою жертву пусть принесет ее перед Господом. Да, да, совершенно верно. Теперь рассматривается конкретно овца. А вот эта перемена букв в слове КЕСФ – это может считаться как? Это какой-то есть в этом смысл или просто орфографическая ошибка? Нет, нет. Это не случайность. Это просто один из терминов. То есть овца может называться и КЕВЭС, и КЕСФ. Да, но чаще КЕВЭС, конечно, да. Но смысл тот же самый, да. От чего зависит непонятно, да? Да, я не могу сказать, по крайней мере. То есть, возможно, это было что-то, но сейчас мы просто не знаем. Да, 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 возможно, на что-то это намек, да. Но, тем не менее, смысл прямой остается тем же. Так, пожалуйста, хэд, наверное, я уже, да? Да. И возложит, буквально обопрет руку свою на голову жертвы своей и зарежет ей его, жертву, перед шатром соборным и буквально бросит сыны Аарона, кровь его, на жертвенник вокруг. А, то есть, вопрос, если, получается, жертву приносил сам приносивший жертву человек? Нет, 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 нет. Делали это коины, конечно. Он вводил, да, он передавал коину, да, 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 но заряжение происходило на его глазах. То есть, он должен был это видеть, да? Так, есть, пожалуйста, Анна, прошу вас. Так, да. Так, да. Да, только вот здесь у слова лаумат г-а-цэ, г-а-цэ. Сейчас я подскажу вам, наверное, воспользовавшись. Так, Криф поднесет, приблизит жертву, из жертвы мирной получается, мизэ вахшломим, и шэ, ну как там переводят, огнепалимая жертва всевышнему, вернее, то, что из нее приносится всевышнему, вот они перечисляют. Хэлбу, хэлбу, хэлбу – это жир. Да, это, да. А Алия – это, тут пишут, что это, с меня это курдюк пишут, что это курдюк, а значит, у нее курдюк имеет место быть. Да. Да, это сзади, да, над хвостом, в районе хвоста специальная курдюкная порода выведена для получения вот именно этого курдюкного жира, да. А Алия с Алифом – это именно вот это, да, пожалуйста. Так, сейчас мы читаем, сейчас посмотрим, что это такое. Все-таки, вот, значит, и так, вот, так, а какой мы читаем, я что-то немножко заделил. Мы читаем ТЭЦ, вот между двумя зелеными словами. Тэмима. Так, ее жир, весь курдюк до крестца они перевозят, так что-то крестец этого ЭЦА, а ЭЦА, ЭЦА они переводят как крестец, даже тут вот на этот счет. Да, да, да. Я говорю, что это какое-то интересное слово, как слово совет почему-то. Да, 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 да. Я посмотрел специально, что такое крестец. Это часть позвоночника наземных позвоночных, обеспечивающая его соединение с тазом. Ну, только это где-то сзади, понятно, что это где. Именно так, да, да. То есть напротив вот этого крестца. Там эти почки, да. Так, крестец, пусть отделит его, этот жир и жир, который покрывает Мехасе ЭТАКЭЛЕФ внутренности, ЭТКОЛЬ АХЭЛЕФ весь жир, который весь на внутренностях. Да, да, верно. Верно, да, спасибо, спасибо. Анна, теперь ЮД, очевидно, Тимофей, да? Да. Да, ЮД. Сплошная анатомия. Да, да, так и есть. Так, и две почки, и жир, который на них, который, Алексалим, это что, напомните, пожалуйста? Алексалим только что был у нас. Что-то какой-то внутренний жир, то ли что-то там где-то, какой-то жир, который на каких-то там частях сзади, там что-то где-то, да? Курзюк, что ли? Нет, Курзюк это было. Нет, 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 Курзюк это было уже. Курзюк, стегна, над бедрами, над бедрами. Я что-то не знаю, что это такое. Блохо знает, да? Нам-то это к чему? Да. Так, за это ЮТЕРАТ. Да. Перепонка. Перепонка на печени. Перепонка на печени. На почках. Ясерейна. Ясерейна. Отделить ее. Да. Отделить. Да. Да, Серемка, ей спасибо. Юд, Алиф. Так, Людмила. Людмила. Да, да, Людмила. Юд, Алиф. А, просто выделено там. В, ВЕХИКТИРУ. ВЕХИКТИРО. ВЕХИКТИРО. Да. А Коэн амисбеха лэхам иша. Ише. Ише лаше. и вас курение его и вас курить его очевидно жертвенник на жертв на жертвенники очевидно это от слова сжигаем для всевышнего пища огня да вот так вот образно ну что же правильно так спасибо так шуша а если козу ну как принесет а если его жертва жертвоприношения это коза жертва коза то да вас курят и принесет его ну то есть козу перед всевышним да 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 то есть рассматривается отдельно овца и коза потому что анатомия у них различна да по виду то есть это вот случай козы там и так далее да да именно так вот теперь мы читаем про козу спасибо шуша так югимил так у нас марина марина а Али Рашо, Вашахат, Уто Вихней Огель Муэдзи, Везерку Бнеем Арон Эт Дамо, Аль Гамизбея Хвасадив. Совершенно верно. И положит, возложит руку свою на голову его. Да. И зарежет ее перед шатром. Угу. Везерку буквально бросят, то есть, очевидно, польют, да? Ну, кропят, может, да, кропят с Энероновой кровью ее жертвенник вокруг. Вокруг, совершенно верно, да. Да, там говорилось, что на два угла, по-моему, юго-западный, северо-восточный. Да, 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 так что попало на все четыре стороны. Мисочку брали и вот с двух сторон брызгали на угол, чтобы оно как бы в две стороны попало. Получалось, как раз четыре стороны получалось. Да, 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 верно. Спасибо, Марина. И вот, кажется, Евгений, да? Да, Евгений. Ва и крив, не мену, карбоно, и ше, лешем, Эт Хелев, ХМХС, Эт ХКРФ, в Эт Коль Хелев, Ашер, Аль Макарев. Аль Хакарев. Да, и он ее принесет от нее, от жертвы, в огненную жертву Всевышнему. Это жир, тук, покрывающий внутренности. И также весь жир, который поверх внутренности. Да, спасибо, Евгений. Теперь ТЭТВАВ, очевидно, мой, да? Да. Да. Ну, немножко осталось, смотрите, я готов поступить. Если кто-то хочет почитать, пожалуйста, милости просим. А вот давайте ребятам отдадим. Хотя вы у нас куин, вам и карты в руки. Мало того, чтобы не жертву приносить, так мне еще и читать, да? Благословлять главное все. Ну да, это так, это так. Так, ну что, ТЭТВАВ кто-то хочет взять? Давай Тимофей, там по очереди Тимофей. Давайте. Ну давайте, спасибо. ТЭТВАВ. ТЭТВАВ. ВЕЧТЕЯ КЛАЙОТ, ВЕТА ХЕЛЕФ, АШЕРАЛЕГЕН, АШЕРАЛЯ САЛИМ, ВЕТА ЙОТЕРЭТ, АЛЯ КАВЕТ, АЛЯ КЛАЙОТ, ЕСЕРАЙНО. ВЕЧТЕЯ ЧИТАУ, ТОЧЬ-ТОЧЬ-ТОЧЬ-ТО. Да, ВОЗМОЖНО. ТЭТВАВ slack-ТОЧЬСИ И ДВЕ ПОЧКИ И ЖИР, КОТОРЫЙ НА НИГfy, КОРЫЙ НА ЧТОРЫЙ НА... Да, Тимофей, правильно, спасибо. Теперь Тадзая. Сейчас скажу Людмила. Давайте. И воскурит их коин на жертвенник хлеб для запаха. Не хох, а приятного запаха. Весь хэлов жир для Всевышнего. Для Всевышнего, да, да, да. Так, вот, кажется, к нам присоединился гроссмейстер Борис. Вы с нами? Да. Есть у вас желание прочитать одну фразу? Как левит такое? Прошу вас. Нет, я лучше послушаю. Ну, как хотите. Мое дело предложить. Юдзайн, чье, пожалуйста, она... Шуша у нас. Шуша прекрасна, да. Хукат, от слова хук, это закон извечный на все поколения ваши. Ваши так. А вот это вот... Шуша у тейхем. Все места вашего пребывания. Все как поселения. И во всех поселениях. То есть всякий жир и всякую кровь не ешьте. Не кушайте. Совершенно верно. Мы прочитали с вами благополучно третий параграф книги «Вайкра», который входит в недельный раздел, соответственно, тоже «Вайкра». И у нас осталось достаточно времени, прошу прощения, чтобы немножко почитать из «Пасхальной Агады». «Пасхальная Агда» – это то, что мы читаем во время «Пасхального Седера». Сейчас, минуточку, я выведу вам это на экран. Так. Я должен сделать... Минуточку. Новую демонстрацию. Сейчас одну минутку. Вот так. Да. Вот примерно здесь мы остановились с вами. Но я предлагаю вернуться немножко назад, почитать... Ну, можно, можно, можно бы, опять, мне кажется, сначала или где-то какую-то такую значительную часть, значимую часть почитать. Или даже сначала. Ну, вот я предлагаю «Манни Штана», потому что, по-моему... Что-то она маленькая у вас, по-моему, что-то как там, там гораздо больше текста, чем у вас. Конечно, я выбрал отдельные отрывки, что вы. Да-да-да. Именно вот то, что, на мой взгляд, и не только мой, это как бы обязательно для прочтения. Скажем так, я не могу сказать, что вот это вот мы читаем, а это не читаем, а здесь селедку заворачивали. Но если человек может на иврите прочитать не все, а хотя бы что-то, пусть он прочитает вот определенные эти отрывки. Вот я предлагаю... Видно текст на экране сейчас, да? «Манни Штана»? Да, видно. Это Арбаку шьет. Это четыре вопроса, которые задает, ну, обычно, младший сын, если такое возможно, да, на пасхальном сейдере. И они как бы открывают повествование. Так, ну, давайте я начну. «Манни Штана Галайла Газе Миколь Галейлот». Чем отличается ночь эта от других, от всех ночей, из всех ночей. «Галайла» – слово мужского рода, поэтому «газе», а не «газот». Мне кажется, что это единственное существительное, имеющее окончание «камац» – «гэй», но относящееся к женскому мужскому роду в иврите. Во всяком случае, других мне найти не удалось. Итак, слово «ништана», конечно, от слова «шоне», «шоне» отличается, да. В некоторых грамматиках утверждается, что в танахическое время было не семь беньянов, а восемь, и восьмой – это «нитпаэль». Но, по сути, он ничем не отличается от «гитпаэля» в использовании, в употреблении, разве что вот вместо «гейт» идет «ну». В любом случае, «ма» – «ништана» – это мы понимаем, в чем отличие, чем отличается «эта ночь» от всех ночей. Так, кто-то желает читать дальше? Пожалуйста, милости, просим. Так, а давайте почитают те, кто у нас не успел да почитать еще. Да, 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 примерно так я и представляю, да. Слушай, читала Марина, допустим, Марина. Марина, да, будем рады. Пожалуйста. Тут не все огласовки пропечатались, извините, специфика шрифта. Да, «куло маца». «Куло маца». Все, да? Да. Потому что… Что во все ночи, да? А, во все ночи, да, мы едим хамец и мацу. Во все ночи, да. А в эту ночь только мацу. Да, совершенно верно. То есть в течение всех ночей года, кроме пасхальных, да, нам разрешается есть и квасной хлеб хамец, и мацу тоже, да. Но в эту ночь мы едим только мацу, да. Верно. Спасибо. Рафлия, можно вопрос вот про ништана? Да. Вот ништана – корень шин, ну, слабый, да? Шин нун гей, да. Это изменение. А вот нишна – это вроде как не изменение тот же корень. Повторение, скорее, да. Вот почему вроде разный один корень, а разные, ну, изменения… А, понятно, интересно. Шонэ – это повторяет. Тут корень, повторение корень шин нун, шин нун, нун, да? Когда третья и, когда вторая и третья буквы совпадают, они иногда склеиваются. Вот здесь корень шин нун нун? Здесь корень шонэ шин нун гей. А лешанэн вешинан там леванэха. Это мишна от которой, да? Это мишна, это повторение. Это оттачивание буквально. Да, да, да. Отсюда же слово шин – зубы. Чем больше мы грызем и жуем, тем лучше оттачиваются наши зубы. Ну, по крайней мере, сертически. Потому что Тфаалим пишет тоже шин нун хей, но это, наверное, современное уже такое прочтение. Ага, ага. Ага, спасибо. Да, пожалуйста. Рад вопросу поделать. Ну, так, теперь третью строчку. Ну, словарь Ирис, кстати, говорит, что и повторять, и менять – это один и тот же, ну, как сказать, смысл разный, а он приводит одно и то же. А корень единый, да? Шанай шана, да. Ну, в общем, да, есть такое выражение, что он и аллахот, повторяющий аллахот. Законы там имеют вид корень именно шин нун гей. Может быть, какая-то трансформация, да. Может, когда повторяешь непроизвольно что-то меняешь? Да нет, не должно такого быть. Мы как раз настаиваем на том, что традиция дошла до нас без изменений. И что они должны были прямо наизусть заучивать, да, вот Мишну сначала, когда она в устном виде была. Видите ли, да, каким образом было построено, что Мишну не забывали, а воспроизводили каждый раз в точности, да. Ну, было такое, то есть был один ответственный за то, чтобы помнить такую-то Мишну, другой за другую Мишну и так далее. И вот когда дело доходило, то человек вставал и докладывал то, что он помнит наизусть. Но поскольку и другие тоже, в общем-то, помнили, они могли его поправить, если он в чем-то ошибался. Но потом уже с записью Мишну, конечно, эти вопросы отпали. Так, прошу вас тогда следующую, третью строчку. Так, Евгений у нас не читал? Да, да. Евгений, интересно, да. Лейлот, Ану, Охрин, Шеар, Якарот, Яракот, Яракот, Ханаля-Азе. Можно здесь ставить Кулло, поскольку в некоторых версиях есть Кулло. Марор. Марор, да. Иногда это слово не читается, да? Во всей ночи мы едим всякую зелень, а в эту ночь только горькую. Да, Кулло, Марор, все оно горькое, да, да, верно. Марор, мы знаем слово Мар, да? Ва и Маре Рейно, это тоже фраза, которую мы читаем в пасхальной годе, фраза истории, да? И делали горькой, огорчали. Да, верно, спасибо. Так, следующую строчку, кто желает? Ну, теперь, я не знаю, вот если вот уважаемый Борис, который здесь присутствует, может быть, он захочет, а так, теперь вы. Я лучше послушаю. Хорошо, хорошо. Да, пожалуйста. Так. Тогда, тогда кому мы передаем микрофон. Алло, алло. Да, вы, да, вы теперь. Ну, давайте я. Что во все ночи? Эйн, это отрицание, да? Ану, как анахну, мы. Матбелин, как матбелин. Товель, литволь, это обмакивать. Опускать, 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 да? Твила, это окунание, да? Скажем, окунание посуды в микрофон или в источник перед первым использованием. Матбелин. Даже пам, ахат, даже один раз. Слово пам, раз женского рода, поэтому эхат, а не эхад. Так? Алла и лагазе, а вот в эту ночь, штей памим два раза. Штей, потому что пам, женского рода, штей, а не шнэй. Это верно. А что именно мы обмакиваем, помните, да? Мрор, росет и... И что еще? Увидим, да? Вспомните на садере, да? Дело в том, что есть, на самом деле, три обмакивания, просто два из них считаются обязательными, а третий нет. Вот третий, это, кажется, обмакивание яйца в соленую воду, оно вроде бы сюда не входит. Хорошо, и теперь еще одну строчку. Кто желает? Да, можно я тогда раз так сделаю. Так, а лайла анну охлим бэйн ом шивин. Йошвин должно быть. А йошвин у вэйн месубин. А лайла азе кулану месубин. Ну, это арамейские слова, судя по всему, я смотрю. Тут как-то арамейских слов много. Ну, тут влияние арамеизма, конечно. Вот, например, окончание ин вместо им, да? Эн, да. В эту ночь, во все ночи мы, охлин, кушаем. Вот, ну, тут, видите, сидя. Буквально между, да. И между сиденьем, и между лежанием. А эту ночь мы кушаем, как бы, лежа. Все мы возлежим, да. Возлежим, да, кушаем. Ну, да, да, да. Значит, вот этот оборот бэйн-зэ у вэйн-зэ означает не что-то посередине между тем и тем. А что мы можем выбирать между тем и тем? Мы можем йошвин сидеть, мы можем месубин возлежать. Что такое месубин? Это не лежать буквально. Вот, но во время седера, по крайней мере, определенные действия делают, опершись на левый бок, как вот свободные люди в древнем мире ели, потому что рабы, например, ели стоя. Да, вот так. Да, да, спасибо. Все правильно. Какие-то слова, они больше из арамейского что-то пришли, да? Ну, йошвин – это просто арамейская форма, да. Месубин. Месубин. Я не знаю, по-моему, все-таки еврейское слово, просто оно не встречается, встречается скорее не в Танахе, а в Аллахе, да. Вот. Матбелин вот еще. Да, 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 Матбелин. Все, да, поскольку это текст месноидской эпохи, есть сильное влияние арамеизма, арамейского языка, вот, по крайней мере, вот мы видим здесь на окончании. Так, замечательно. Так, вот я думаю, это мы прочитали, это мы тоже прочитали в свое время, может быть, в предыдущих курсах. Так, ну, вот это, Анна, наверное, вот это мы тоже прочитали в свое время, да? Что? Какие казни? 10 казней, да. Ну, может, давайте что-нибудь, типа, рабами были мы в Египте, ну, что-нибудь такое значительное, чтобы… Значительное. Вот Бесахмаца и Мороу можем мы пройти значительное. Хвост. А, собственно, вот это вот мы даже… В прошлый раз мы вот здесь где-то остановились, да? Ну, вот это, да, что в каждом поколении мы должны смотреть на себя, словно мы вышли. Понятно. Тогда вот это вот нам у нас осталось, мы как раз успеем сегодня это пройти. Вот. Байсэмацу, да. Значит, здесь поднимая бокал вина, должен прочитать вот эти слова. Лафихах и так далее. Давайте прочитаем. Кто желает? Может быть, все-таки предыдущую строчку прочитать про каждом поколении. Ага. Ну, она как-то… Давайте, давайте, давайте. Давайте тогда… Кусочек такой, как бы, серьезный. Да? Так. Мне почитать? Кто-то возьмет? Ну, ребят, кто-нибудь хотите? Просто я не так неловко вылезать. Скажите, кто-нибудь. Давайте. Тимофей, Тимофей, Тимофей. Тимофей, Тимофей. Прекрасно, да. По очереди. Так. Тимофей, 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 Тимофей. Переводим? Давайте, давайте до сюда перейдем. Да, значит, в каждом поколении обязан человек смотреть на себя самого, как будто он вышел из Египта. Да, как сказано. Да, как будто он вышел, да. Да. Бэйгадата. И, значит, ты расскажешь сыновьям твоим. Расскажешь, да. Да, да, с сыновьям своим. А вот как написано, эта строчка, просто пропустили, слово Шанэймар, то есть как написано. Шанэймар. Да, как сказано. Как сказано, как сказано. Как цитата, да? Да. Как сказано. Значит, ты расскажешь сыновьям твоим в день этот, говоря, в прошлом. Нет, а вот это для этого, с этой целью. А, хорошо. С этой целью Всевышний сделал мне в выходе моем из Египта. Да, да, верно. Да, правильно. Так, хорошо. Кто продолжит? Вот отсюда и далее. Людмила, Людмила у нас получилась. Людмила, да, слушаем. Ла-эта-вотейну бильват гааль хакадош барух ху ела аф отану гааль і махэм шенэмар. Ве отану хоцы мишам лэман ави отану латет лано эт гарац ашер нишба лавотейну. Ла-эта-вотейну бильват. Наш, не нашим отцам. Не только наших отцов, исключительно бильват. А, вот бильват будет. Да, да, да. Гааль. Гааль, избавил геула. Избавил Всевышний, благословен он, но даже нас избавил с ними. Как сказано. И нас вывел оттуда. Потому что, да, привел... Для того, чтобы, да. Для того, чтобы привести нас, дать нам землю, которая... Которую. Которую обещал нашим отцам. Нашим отцам, совершенно верно, да. То есть, из того, что в тексте сказано «мы», да, мы делаем вывод, что не только отцов наших, но и нас. Но здесь я позволю себе сказать буквально пару слов. Ведь, собственно, здесь можно задуматься. Уже давно нет того Египта и нет тех египтян. И главное, что нет института рабства. Понятно, что история не знает сослагательного наклонения. Можно сказать, как было бы, если бы история повернулась иначе. Но здесь разговор о том, что если бы не произошло чудо исхода, то мы, евреи, остались бы в плену вот той рабской системы ценностей. И вспомним, что даже и евреи, вышедшие из Египта, на глазах которых происходили все эти чудеса, в какие-то моменты тоже забыли об этом и вели себя как рабы. Но если бы, например, Всевышний освободил нас каким-то другим путем. Например, нападает какой-то народ на Египет, покоряет египтян, бывших рабов. То есть евреев отпускают на свободу, и вот мы свободны. Но какой вывод мы делаем? Что власть принадлежит тем, кто сильнее. Были сильные египтяне, а теперь сильнее какой-то другой народ. Раф Ильяв, я дико извиняюсь, это Натан. Дико извиняюсь, одну секунду. Сегодня день, какой-то вечер в сплошных накладах. У меня просьба, можно закончить урок до 20.45. Да, конечно, конечно. Я собираюсь вот сейчас закончить фразу «да-да-да». И думаю, что этого хватит на сегодня. Хорошо, все, окей. Спасибо, прости, пока. У нас еще 15 минут. Ну хорошо, если она дает 15 минут, мы можем продолжить. Да, конечно. Но Всевышний продемонстрировал нам, что власть принадлежит только ему. И он может позволить одним или другим брать верх, но свой союз он заключил именно с нами, потому что именно еврейский народ – это те, кто приняли его Тору. Так, ну вот хорошо, так, мы прочитали вот эту фразу. Теперь стоит, наверное, разобрать. Не говоря о том, что Египет он же символизирует вообще материалистические начала этого мира, а, соответственно, освобождение вообще от материального, так сказать, подчинения Всевышнему. Ну, я думаю, что Адмия Вейсри надо освобождаться от всего материального еще рано. Но, конечно, надо правильно ставить. А как же там колдуны были всякие? Ну, вот видите, да, колдуны были чернокнижники. В Египте что-то были какие-то там, которые… Ну, ну что? В смысле от материального, или это они как бы для материалов? Нет, имеется в виду, не в том смысле, а как бы, ну, низкая-низкая материальная энергия. Там, как каббалисты говорят, что есть там, так сказать, низкая материальная энергия, а люди должны, так сказать, исполняют, допустим, евреи исполняют заповеди и привносят сверсти Всевышнего в материальный мир, и тем самым его как бы освящая и приоритет. А где про это почитать можно? Я думаю, что есть много комментариев к пасхальной гайде на русском языке. Можно их найти в интернете, к сожалению. Да, 39 степеней нечистоты, как там, или сколько там, 49. 49. А вот это имеет в виду, понятно. Да, да, вот так. Ну, хорошо. Теперь Лефихах, давайте это разберем, да? Так, у нас была Людмила, сейчас у нас Шуша по очереди, вот пускай и читает. Так, великихах. Анахну хоявим леодот, леалель, лешабеях, лефаэр, лероман, леадар, лебареях, леола, леале, леале, леалэ, леалэх, лекалэс, 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 тьма-ми, шеаса, леватэйну, леватэйну, уйлану, этколь анисім, алэле. Хо цэну. Оцеану, В оцеаны. Венномар здесь должно быть. Как туда? Благодарить. Это от слова «одая» есть такое имя. Это вот тоже благодарность, да? Или что-то? «Годая». Кажется, да. Какое-то рядом может быть так. В имя Игуда, по-моему, то же самое. Да, да. Просто слово «тударабаб», да? Дальше «ле халлель». Воспевать. Да. Пославлять. «Шевах» – это слава. «Лефаэр». «Фаэр» – это украшение. Так можно сказать? Украшать словами? Так. «Ле румем». Видите корень? «Поднимать», как «Лехары». А, ну, возвеличивать вот здесь переводим. Это к тому, да? Превозносить скорее, да? Теперь «Ле гадар» – это великолепный. Да? Вот «восхвалять», наверное. «Ле барэр» – понятно. «Благословлять». Совершенно верно. «Ле але» тоже. «Поднимать», «возвеличивать». «Але понимать», да. «Возносить». «Ле колес» – прославлять, славить. Так. «Кого, кто сделал это нашим отцам и нам, кто сделал нашим отцам и нам все чудеса эти, вывел из… Ну, как, избавил или просто вывел из рабства? Вывел из нас муциану, да? Так. «Ле хэрот». Это куда на свободу сказать? «Ме амбут из рабства на хэрл свобода», да? «Ми ягон» – скорби. «К счастью или к радости, да?» «Из…» «Эпель» – это скорби буквально, да? «Ле ёмтоф». «Скорби к празднику к ёмтоф». «Афэла» – тьма, мрак. «Тьмы к великому свету». Да, «шиебуд» – тот же корень, что в «авадим», да, рабство. Но здесь вот интересное такое явление, как прибавление к корню буквы «щин». Это не изменяет… Это не префикс, да? Но это как бы добавление к корню, которое чуть-чуть меняет значение. «Шиебуд» – это буквально провощение. «К избавлению». «К избавлению, да?» «Так, и скажем, да?» «Да, да, да, перед ним». «Споем, скажем, новую песнь, да?» «Песнь новая, да?» «Да, «Халлел», «Халлелуя», «Халлелуя». «Ну да, это и двух, «Халлель» и…» «Халлель» для «К Всевышнему». «Юдэй» – это сокращение имени Всевышнего. Так? Замечательно. Ну вот у нас немножко осталось. Нам разрешили. У нас есть еще девять минут. Давайте вот после Шуши… Кто у нас идет? Евгений. Евгений, я готов вам помочь, потому что это из цитаты из «Пророков». Тут чуть сложноватый текст. Шефех. Шфох должно быть. Тут не все гласовки пропечатались, да? Аматеха. 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 Эль Гоим Ашер Лё Ядуха. Едауха. 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 Вэль Аль Мамлахот. Да. Ашер Бешимха. Лё Карау. Точка. Давайте вот до сюда переведем. Шефох. Лишь кто-то выливает из линия. Гнев. Гнев. Кама. На народы, которые не знают тебя. Вот эти мы будем внимательно смотреть. Буквально. Здесь написано не «Аль Гогойма», а «Эль Гогойм». То есть буквально «К народам». Перед ними. Покажи им свой гнев. Это не значит, мы не призываем к уничтожению других народов. И вы же не сам решаете. «Эль Гогойм» к народам Ашерло Ядауха. Которые не знают тебя. Совершенно верно. Йодеа. Вот он корень. Вэль Мамлахот. Это иностранный, который к твоему имени не взывают. К имени твоему не взывают. Совершенно верно. Это был Евгений. Теперь вот дальше кто почитает? Хорошо. Тогда можно я. Здравствуйте. Ки охэль эт Яакуф, вэээхаль эт Яакуф, вээт невэгу хашаму. Хашаву. Хашаму. Шфох алейгем заомеха вэхарона пеха, ясигам. Ясигэм. Исигэм. Тердов баав тешмидэйгэ, тешмидэм, митахат шмай. Шмэй хашэм. Так, иба охэль ахалин, скушали, скушали, не сажали якова, и невэгу, наверное, жилищи его, как невэ, жилищи его опустошили шаму, как шум, как ничто, как превратили в ничто. Шумэм, это упустошать еще. Шфах, паралей, а излей на них заомеха, ну тоже гнев свой, выхарона пеха и ярость тоже гнева своего. Яростью гнева своего ясигам преследую. Ясигэм, да, достигнешь, настигнешь. Достигай, настигай их, преследуй их. Тердов преследуй, преследуй их, бэов, ну тоже, опять же, гневом, опять же, тем же гневом. Вот эти шмэдамы уничтожь их, метах от шумэй, из-под небес Всевышнего. Да, шумэй, как сокращение, от шумэй, да. Да, из-под небесия Всевышнего. Ну вот, собственно, да, вот немножко у нас осталось. Спасибо, спасибо, Анна. Теперь давайте. Ну давайте вы, потому что. Давайте я, чтобы. Я надеюсь, что мы как раз успеем. Хасаль, сидур, песах, кэгил хато, кэхоль, мишпато, вэху като. Закончен буквально хасаль, да. Сидур, как седр, значит, пасхальный порядок. Кэгил хато по законам его. Кэхоль, мишпато, мишпат. По всем судам, буквально по всем законам его. Да, это разные значения, да, по всем правилам и установлениям. Кашер захинул эсадер ото. Кэн низ кэ ла асото. Как мы удостоились устроить его, так мы удостоимся и совершить его. Имеется в виду, в отстроенном Ярушалаиме мы принесем пасхальную жертву. Зах шохэн мэ она комэм кэгаль адат ми мана. Зах, как зака, как шэмен зайдзах, да, чистый. Шохэн мэ она, обитающий в... Ну, слово ма он, может быть, знает из рельтяния, да. В жилище своем. Комэм, комэм, лэгаким. Пастанови, восстанови. Кэгаль, кэгила, это община. Ада, это тоже община. Ми мана, буквально это означает, кто может пересчитать. То есть неисчислимую общину. Так, ага. Бэ коров и нагэль нит эй кана пэду имны сэйон бэ рэйна. Скорости, нагэль, приведи нит эй кана. Буквально, но теа, это значит сажать, сажать деревья, да, как сажанцы, да. Кана, я думаю, что это как конэ, как ствол. То есть сажанцы, вот, ствола, то есть еврейского народа. Пэду им, пэду им, это искупленных, вызволенных, лэцийон в сэйон бэ рэйна в радости. И заканчиваем мы пасхальный сэдер. Фразой лэшана габа бирушалайм габану я. В будущем году в Иерушлаиме отстроено. Вот вам несколько отрывков из пасхальной агады мы сегодня успели рассмотреть. Ну, я думаю, что все на сегодня. Спасибо всем присутствующим. Мы рады тем, кто к нам присоединится. Мы рады и тем, кто постоянно приходит на наши занятия. Вот, и милости просим, приходите еще. Вот, через неделю, а дальше мы посмотрим. Сам пасхальный холомоид, я думаю, что есть у нас возможность сделать занятие тоже. Но это мы договоримся с Натаном. Если он это нам успеет, то мы, собственно, и делаем. Да. Шава-то. Спасибо, всего наилучшего. Спасибо. Да, я должен теперь закончить запись и отключиться. Всего доброго, счастливо. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok